дорогие друзья всем привет мы сегодня находимся но вернее еще не находимся идем к морю по территории не обычного такого поселка который некогда был являлся пансионатом хотя именно сейчас мы идем по территории самого поселка непосредственно у моря будет пансионат поселок это такой с таким романтичным названием гизельдере что в переводе с азербайджанского означает красивое ущелье но ущелье действительно красиво в это можете наблюдать вот мы спускаемся в самый самый низ вот поэтому с азербайджанского как я уже сказал данная местность переводится как красиво ущелье александр матвеев пишет добрый вечер сегодня 195 лет со дня рождения александра бутлерова спасибо большое александр матвеев спасибо большой добрый вечер тоже конечно же поставьте дорогие друзья лайк данной трансляции сегодня у нас знаете такой тест тестовый стрим расскажу вам про вчерашние ну тестовый стрим конечно я постараюсь показать красоту если у нас не возникнет никаких технических сложностей дело просто в том что вчера вчера вы видели какие были безумные прерывания со стороны моего приложения сегодня собственно анонсируя трансляцию вы наверное заметили что нету картинки нету картинки хотя я всегда ставлю на мой взгляд красивые картинки для анонса но не тут то было как говорится мне выдало приложение объявления что мол ну какую-то ошибку что мне такой ошибки у меня кстати никогда не выдавала и мне непонятно что у меня с технической стороны вопросы не так поэтому сегодня мы будем с вами это изучать пока спускаемся в ущелье посмотрим насколько нас хватит посмотрим замечательную природу этого поселка надеюсь не встретится нам медведь который который здесь живет в этих краях он здесь живет и собственно орудует медведушка такой небольшой ему насколько я наслышан месте 4 всего лишь но тем не менее тем не менее 4 месяца он знаете наверно в холке как я буду ростом ну это как бы тоже не очень есть хорошо да сегодня открыт участок солнцевской линии до аэропорта внуков артур привет кстати да свершилось как говорится мне сегодня вот сейчас буквально за минуты две наверное до стрима позвонил юрий сказал санек типа все открыли говорит станция внуково правда сейчас на него ну аэропорт внуково не очень-то и красивая пыхтина ему понравилось больше мост как правильно заметил артур крытый поэтому поэтому как-то так слушайте здесь в ущелье связь по ходу лучше чем у нас было в в лазаревском кстати насчет лазаревского я же вчера зря времени даром не терял погуляв с лили немножко я решил сделать следующее дамы погуляли ну не то что немножко мы съели я съел два чебурека мы побеседовали от души поговорили лили кстати передаю огромный привет и хочу пожелать ей счастливого пути потому что у нее вчера был последний день нахождения в лазаревском она сегодня я так понимаю в дороге но я надеюсь если она нас пересмотрит в повторе то конечно же мы и пожелаем доброго дня доброго дня до хорошей поездки вот и что касательно что касательно лазаревского то я снял конечно там видео снял видео как я гулял по вот этому парку который мне не удалось вам к сожалению показать несмотря на то что уже было пол одиннадцатого несмотря на то что было пол одиннадцатого но тем не менее там все светилось все горело в разноцветными огнями и конечно смотрелось это очень хорошо такая знаете молчаливая прогулка хотя не совсем молчаливая там пару моих комментариев конечно есть а так в целом хотел бы я жить в этом домике так на горе так а у нас путь пролегает вот туда прямо мы идем прямо к морю надо кстати было назвать не гизель дыре дорога к морю было бы намного мне кажется лучше тем временем идем туда как там внукова открыли кто знает да совершенно глеб огромный привет тебе добрый вечер внукова открыли внукова открыли больше 100 ветка станет загружений в раза два но как бы вот так ну и говорят я слышал что откроют на этой неделе mcd так это или нет остается только догадываться но ну как бы интересно посмотреть откроют ли слушайте все зеленое конечно места эти хорошие не знаю как то осенью конечно смотрится осенью здесь не был наверно вот эти горы на которые которые заняты растительностью деревьями наверное стоят голые кстати очень красиво туда если смотреть именно как камера это передает что мне свет конечно много меня отвлекает но очень красиво вот эти слои камней тоже потрясающе верни горных у горной породы выбором откроют конечно ну да чего следовало и ожидать принципе не зря поэтому они торопятся так что третье mcd открыли спешили половина ничего не сделано половина ничего не прокрашена но тем не менее уважаемые чата ставьте пожалуйста лайки не стесняйтесь смелее да дорогие друзья поставьте конечно же лайк но честно вам скажу из-за вчерашних платформ на ютубе наверняка вот какие-то проблемы есть не попал ли у меня канал какой-нибудь теневой бан или еще во что-нибудь нечто подобное потому что сегодняшнюю я жаль лежали не за скриншоте я бы так выставил на ваше обсуждение скриншот с этой ошибкой ну вот сегодня при планировке трансляции была ужасная ошибка который вообще с такой не сталкивался там была ошибка которая говорила о том якобы я на трансляциях первый раз как будто это моя первая трансляция они пишут попробуйте перезайти с компьютера там какая-то древу день была написана я даже не за скриншотил я что-то так немножко даже так сказать позлился немножко позлился и заново начал потом смотрю а и в итоге она написала что она не загрузилась но потом я смотрю в анонсы в анонс анонс есть думаю чего за фигня спасибо артур спасибо огромное артур был там народа много было сейчас что-то вообще нет народа я понял вас я понял вот такие дела но будем смотреть будем смотреть возможно я же хочу сделать еще трансляцию со скалы киселева просто вы знаете меня что-то соблазнять туда поехать я хотела вернее у меня я помню что раньше там не было связи но сейчас если здесь даже гизель-де-ре есть связь поверьте а тут ущелье который вниз наоборот идет не вверх как-то скала потрясающе просто красоты здесь наоборот ущелье идет вниз если здесь связь есть у меня прям вот такой соблазн касательно того что возможно есть связи там поэтому хотелось бы конечно это испробовать испробуйте соответственно уже отталкиваться от этого возможно будет там связь так вот сделать хочу в трансляцию со скала киселева и соответственно после этого конечно можно доехать до сочи но надо конечно разобраться с ошибкой которая у меня тут присутствует и мешает нормальному видению а почему название такое гизель-де-ре но это с азербайджанского переводится как красивое ущелье ущелье среди гор в принципе что вы можете наблюдать много зелени вот тут мне кажется если кого то не знаю почему я когда иду вот ровно по этой дороге сейчас с вами иду когда смотрю вот на те горы вот просто вот обратите внимание представляете вот в той чаще кого-нибудь грохнуть вот и там оставить мне кажется никогда не найдут но правда вот как как можно до туда вообще добраться мне кажется это невозможно или туда например наверх потрясающей красоты горы вот кого-нибудь прибить и правда не найдешь человека ну потому что во первых чаще туда не проберешься ночью здесь вообще страшно это очень красиво да согласен я вот все время переживаю как передает камера да потому что в живую ты это все смотришь я никогда не забуду когда я вот приехал сюда сюда к татьяне где нахожусь сейчас и когда я помню супруг татьяна владимировна александр мне говорит саш посмотри вот там море и у меня такие ощущения были вот прям аж дух захватила потому что море вот перед тобой бескрайняя биска без бескрайний простор воды ну как бы а с участка где находится дом татьяна александр там вот море как раз таки видно очень красиво прямо очень красиво прям такой живописный вид каждого утра просыпаешься видишь просто отличную красоту со что за мысли о вот такой мини ларечек нет это не такие мысли но просто понимаешь вот как я сказал безграничная гладь воды и до говоря про море как вот это кстати растение называется интересно вот я говорю бесконечно гладь воды а тут бесконечно бесконечный лес бесконечный город представляете кого-нибудь но не такие мысли что кого-нибудь грохнуть а имеется ввиду вот наверняка здесь были какие-то преступления ведь раньше в тридцать втором году здесь началась вот именно такая жизнь гизельдеры поселка гизельдеры как пансионата потому что вот именно в 1932 году недалеко прям от самого моря на берегу реки на река тоже одноименная гизельдеры открыли дом отдыха молодежи вот именно с 32 года и началась вот эта вот жизнь так вот с 32 года наверняка здесь проходили какие-то преступления знаете ли какие-то темные дела которые до сих пор остались не раскрыты мне кажется кстати как я уже вот и сказал что в тридцать втором году да вот недалеко от моря куда мы сейчас и направляемся мы идем прямо к морю открыли дом отдыха молодежи потом стали возводить там подсованные различные до служебные помещения новые корпуса для отдыхающих разбили красивый парк 32 год сталинское время сами все понимаете это вот со сталинских времен остатки сталинского былого так сказать великолепия можно если так выразиться там есть еще карбус корпуса остались наверное наверняка не частично работают не знаю в этом году я прямо рядом с ними не проходил но интересно было бы конечно посмотреть может быть сейчас мы и заглянем хотя бы рядом там прогуляемся вот так вот там разбили красивый парк был различные там скульптуры такие садово-парковое искусство фонтаны ну и вот тот дом отдыха дом отдыха молодежи он постепенно стал пансионатом со днями с одноименным названием гизальдеры кстати территории его занимала девять с половиной гектар что тоже как бы немало поэтому а в лесу кстати за пансионатом но чуть повыше построили пионерский лагерь если он тоже находился кстати места потрясающие для лагерей и и так понимаю река вот шла внизу ущелья там сейчас какой-то просто каменное дно я вот вы движу два парня там вот видимо местные жители ходят гуляют по руслу наверное бывшие реки но это мое предположение вот и конечно же после постройки пионерского лагеря позже появились и жилые дома жилые постройки жилые домики жилые домики поселка гизальдеры ну первое время в этих вот жилых домиках и постройках жила служащий персонал до усилились специалисты которые вот работали непосредственно на этом курорте но вот на данный момент конечно сам поселок встречает нас конечно заброшенными строениями по большей части что-то работает потому что я когда на электричку сюда спускаюсь вот я ехал в лазаревска я спускался именно шел этой дорогой и в некоторых местах я конечно слышал там какая-то музыка какая-то все-таки жизнь идет но конечно от былого так сказать прежнего великолепия не осталось и следа что там звенит это колокольчику татьяну владимировну звенит просто я же говорю здесь живет медведь как вы знаете чтобы медведь испугался если он будет вдруг тут он должен какие-то звуки не человеческого происхождения увидеть а вот что вот это мне сложно понять какой-то фундамент да какой-то фундамент какая-то постройка елена чукавина добрый добрый день кстати слушать здесь битрейт 10000 в лазаревском и сотню не набирал сейчас 10 тысяч но еще у меня знаете предположение если касательно вчерашней истории почему не шла трой как жалко там так красиво мне так хотелось с вами этим поделиться хорошо что я записал видео него в принципе особо монтировать не надо потому что пешая прогулка без комментариев ну в принципе так как такового монтажа не требует ну какие-то там моменты может быть чуть-чуть подрезать стоит а так в целом но площадка там с этими уличными тренажерами да здесь такой еще воздух разреженный но мне мне он вот кстати такой воздух очень подходит помните как-то говорил когда по москве мы ходили волос что ты я приустал что и трансляции меньше стали идти и так далее сюда приехал и как-то вот у меня прям несмотря на то что приехал больной заложен носом быстро стал на ноги горный воздух мне этому поспособствовал я напишу потом отзыв на видео да александр если она не прервется у нас я говорю что сегодня больше такой тестовый стрим спасибо большое если если напишу конечно отзыв потому что вот знаете вот вчерашнее видео я конечно не расстроился потому что девушка написала правильные вещи она говорит вот мое видео то есть ваше видео меня в ленте выскочила чему я обрадовался конечно потому что если выскакивает в ленте у людей которые на меня не подписаны это тоже плюс это то что как бы моё видео рекомендуют это мне уже нравится но уже обрадовался но она говорит вижу лазаревская написано это на последнее на видео так отреагировала говорит он посмотрела а по итогу одни заборы темнота я говорю ну посмотрите наши другие видео тоже с лазаревского просто дело в том что ну вот сигнал так и так не знаю наверно прочитала на это сообщение я потом в итоге конечно же скрыл вы сами знаете как я переживаю когда мне получается вот задуманному сценарию это все делать но тем не менее что получилось то получилось ну хотя в принципе наш канал стриминговые девушка может не знала увидела видео лазаревская лазаревская ну давайте зайду посмотрю действительно это же бывает кстати некоторые вещи я помню когда из туапсе вот пять лет назад или шесть это было отдыхал здесь у татьяну александра а потом уехал домой и через год может через полтора но тоже вспоминал естественно и в интернете вот эту вот карту смотрел улицу вспоминал ну вот такое бывает знаете ностальгия я так полагаю что это девушки тоже которая решила посмотреть мое видео тоже как это вот ностальгия вот мол лазаревская а мне посмотрел в этом действительно черный забор и поезд который едет вдаль поэтому мне в принципе вполне понятно ряд ой вот здесь так много живности постоянно что-то в кустах звенит о господи громко прям колокол так сильно колокольчик все быстрее 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 я не вам дорогие друзья это я с татьяной говорю что очень очень громко извилистая дорожка все ближе и ближе нас приближает к морю здесь конечно как вы можете уже догадаться да судя по истории про пансионат который я вам говорил вы наверное наверняка уже догадались что что и пляж здесь не оборудованный но нам конечно он просто поближе поэтому мы сейчас придем на пляж я покажу вам немножко моря покажу остатки было в этом даже была скульптурная композиция прям непосредственно перед выходом к морю но ее кто-то с кому не сделал вот или может быть когда море волновалась ее убрала так сказать видите у нас не только мы показываем пляже там допустим действующие да благоустроены мы показываем вообще местности и не люблю показывать вот только прям нет ну знаковое место это конечно ну то обсе мы вроде практически все посмотрели привет александр беляев пишет собираешься ли ты когда-нибудь съездить кисловодск спасибо за стримы черноморского побережья прям ностальгия по тем местам до сих пор с теплотой вспоминаю как ездил в прошлом году туда спасибо огромное спасибо александр за такой вопрос кисловодск я очень хочу мне все говорят что мне там понравится моя подружка люда моя подружка люда и по совместительству наша зрительница она самородом с кисловодска ой как она мне конечно про кисловодск рассказывала я сам смотрел гоша сашенька когда в королев все-таки у нас пока все зелено красиво когда любим тебя спасибо гоше огромное за поддержку канала спасибо большое за сообщение такое когда в королев как приедем в москву обязательно съездим потому что вот до поездки в туапсе мне как раз планировалось именно поездка по ну думаю осень начинается надо начинать уже окрестные города москвы да по выходным хотя бы там суббота воскресенье условно допустим суббота дмитров воскресенье сергей посад ну и так далее а всю неделю если там вести стримы то конечно непосредственно по самой столице поэтому поэтому обязательно съездим и спасибо вам за приглашение я про королев помню про королев и павловский посад нам тоже постоянно систематически оказывает поддержку и тоже приглашает в город в этот город в этот прекрасный подмосковный город поэтому мы обязательно города подмосковья не проблема посетить потому что это недалеко поэтому обязательно обязательно посетим валентина усольцепи всем приветик добрый добрый вечер спускаемся гизельдере наслаждаемся солнцем и теплотой нет колокольчик мы смотрите колокольчик мы сделали ровно для того мне тоже в рюкзаке лежит колокольчик на всякий случай от медведя потому что ну как бы шутки шутками конечно я честно скажу ну медведь здесь ходят его видят и потом он куда-то пропадает здесь как вы видите настолько зеленая местность что ну можно просто-напросто нежданно негаданно встретить встретить медведя поэтому я не соглашусь что как бы мы сходим с колокольчиком в целях безопасности так что у нас скажите пожалуйста со связью потому что в меня сейчас резко резко пропал интернет вот не зину прошли интернет опять вроде бы пошел дорогие друзья напишите вис я так понимаю был завис провис со связью но идет с перебоями со связью но идет с перебоями да это конечно не очень хорошо чего я больше всего и боялся и знаете больше чем больше проблем со связью тем больше у меня вопросов проблемы со связью из-за того что а вот так же можно пройти ближе ближе саша там не медведь там медвежонок его уже снимали вблизи и он не нападет но это хорошо это хорошо что так но отвисло да у меня вот все равно показывает что зависло вот кстати мы с вами дорогие друзья мы сейчас с вами на территории именно самого пансионата на территории самого пансионата гизель дыре и можем уже в принципе видеть с вами посмотрите вот эти заросшие деревья заросшие вернее не заросшие а стволы деревьев обвиты каким то я не знаю я боюсь ошибиться в названии растений рывками идет но такое может быть к сожалению александр посмотрите старые корпуса это медпункт да это медпункт слушайте я себя ощущаю как в городе припять мы сейчас выйдем к морю там должна хорошая быть связь собака сидит все бдительно охраняет что-то слушайте это очень красиво почему рыбками идет в красивых местах да ёшкин кот бог ты мой я не злюсь не подумайте просто это я выражаю свое недовольство потому что потому что места вот хоть они заброшены узнаете иногда интересно посмотреть на какие то вот такие ретро вещи будем так говорить помните я вам говорил о фонтанах которые здесь были здесь же был парк вот фонтан конечно же не рабочие видимо какая-то скульптура здесь была здесь наблюдается также хочу показать интересный тоже корпус какой-то здесь такие интересные перила виснет как было нижегородском метро и так я понял как нижегородском кремле в метро слушать а у нас есть еще возможность заглянуть туда там тупо заброшено все слушайте сейчас выскочит какой-нибудь бомж да конечно все в запустении к большому сожалению давайте немного прогуляемся дальше по территории самого пансионата слушайте какой красивый домик во всяком случае в кадре смотрится именно так тоже вот является корпусом одним из корпусов из корпусов и все это вот стоит непосредственно со сталинского времени кто мне звонит слушайте я понимаю что шло все с зависаниями провисания беду очень жаль тем временем мы сейчас с вами уже будем около моря интересно как пошла татьяна потому что я не вижу походу я потерялся но мы уже непосредственно практически у моря потому что мы сейчас выйдем прям железнодорожной станции практически саша пойдем к моря то будет конец первой серии да будет конец большому сожалению первой серии сейчас идем тут есть магазин продукты мы идем к морю мы уже практически практически пришли вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот же непосредственно у моря, конечно, есть различные заведения Так теплится, конечно, здесь пляжная жизнь Но не так, как она должна, конечно же, быть в полном размере Но иногда полезно погулять по таким местам Чтобы во всяком случае Увидеть даже в каких-то местах и разруху Здесь бы, знаете, вот я добавлю вот такой комментарий Здесь, конечно, хорошего обхозяйственника И вот эти места, конечно, можно было бы благоустроить И сделать достаточно интересно Вот туда идет дорога, железнодорожная дорога На Сочи Если мы будем смотреть в ту сторону, то это Туапсе и дальше Кстати, вот на этом бетонном основании стояла статуя когда-то Но от статуи не осталось и следа Как вы понимаете Как вы понимаете, я уже озвучивал, что ее либо унесло Либо что-то с ней случилось Скорее всего унесло в море А это, конечно, море Потрясающе красивое море Которое мы можем смотреть И лицезреть вместе с вами Которое мы можем смотреть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!